Книга открытым оком, тема Святая Библия, 6 том, вопрос 1517. Почему Господь не поразил, как других три тысячи человек, Аарона, как изготовителя золотого тельца? Исход, 32 глава, 27 стихе, мы это читаем. И Моисей строго обличает его в совершение великого греха перед народом, а он остается жив и становится предосвященником, отвечает Игнатих Начлапкин. Очевидно, что у Аарона есть заслуги предыдущие, и он был принуждаем народом. Не его было это желание, а он из всех казавшихся ему зол избрал меньшее. Исход, 32 глава, 21 по 25 стих. И сказал Моисей Аарону, что ж сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал Моисею, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите себя, они сняли и отдали мне. И я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. Моисей ушел на гору, народ назван буйным, своенравным. Они все время рвались вернуться в Египет. Число 21, глава 5 стих. И говорил народ против Бога и против Моисея, Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивило эта негодная пища. За 40 дней они вернулись бы обратно. Этим идолам, пока они его отливали, пока праздновали, они были задержаны. Народ оставался на этом месте у горы. Попустил меньшее зло, и оно обошлось тремя тысячами убитых. А иначе заплатили, может быть, все 600 тысяч. Это все предположительно, потому что Аарон сразу же принес покаяние. А от других его не было. Ибо кто-то же остался верен прежнему курсу партии, быкопоклонников. Числа, 14 глава, 2 стих. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей». Числа, 16 глава, 41 стих. На другой день все общество сынов Израилевых возраптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень». Деяние, 7 глава, 40 стих. «Сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось». Немало значит и то, что они были родные братья, Моисей и Аарон. Ходатайство за родных более искренне. Второзаконие, 9 глава, 20 стих. «И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время». Так, когда согрешила Мариам против Моисея, то его ходатайство не было отклонено, но все же она побыла в карантине. Аарон попал под страшную зависть дьявола, что вот он теперь остался один, и теперь, не будучи вождем народа, стал полномочным представителем Бога вместо брата. Псалом 105, 16 глава. «И позавидовали в стане Моисею Аарону, святому Господню». И эту роль заместителя он нес давно, когда был в роли переводчика перед фараоном за брата Заику Моисея. Так было и с Мариам. Число 12 глава, 14 стих. «И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней, вне стана, а после опять возвратится». Второзаконие 24, 9. «Помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, когда вышли из Египта». Он ответил за свою слабохарактерность, что на нем пахали смутьяны. Число 20 глава, 23 по 24 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у предела в земле Едомской, говоря, «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему, увод Мериевы». Случай у Мериевы перетянул все заслуги.